Мурманск С 1993 года был захвачен диверсантами. Сейчас у вас есть уникальная возможность увидеть, как осуществляется захват. Диверсанты снимали сами себя на плаву. Вот и все. Пульт управления атомным реактором взят. А вместе с ним на колени поставлен весь Мурманск, а значит можно диктовать свои условия Москве. К счастью, это только учения нашего спецназа, о которых даже предупредили охрану. Но тем не менее, весь гарнизон оказался без помощи. Спецназ. Это слово в СССР официально появилось в начале 50-х. И сразу же было засекречено. Одно лишь его упоминание в СССР подпадало под статью о разглашении гостами. Те, кто служил в спецназе, знают еще несколько правил. У вас нет ни имен, ни биографии, и вы не сможете надеть заслуженные боевые ордена. Ибо заслужите их за уничтожение вот этого. Пока весь мир думал, что именно соревнования в ядерной мощи есть та самая гонка вооружений, на первую линию противостояния выдвинулись именно они. Они стали самым, что ни на есть, реальным оружием Третьей мировой. Их задача в час Х – тотальная ликвидация командных пунктов стратегических ядерных сил и высших руководителей вражеских государств. И на все это максимум несколько дней. Хотя, скорее всего, часов. Но и в начале 50-х годов 20-го столетия спецназ появился не вдруг. Сюда, в эту деревеньку, нас привез полковник спецназа, за плечами которого несколько войн. Мы находимся на месте, где родился русский спецназ. Деревня Царево-Займище Смоленской области. 2 сентября 1812 года здесь, в глубоком тылу французской армии, чуть более сотни русских казаков полностью уничтожили хорошо охраняемый французский обоз с продовольствием и боеприпасами. Император Наполеон был в ярости. Разгром колонны почти на неделю затормозил его наступление. Диверсионной операцией руководил полковник Давыдов. Этот не самый лучший поэт в спецслужбах всего мира считается одним из родоначальников спецназа. Вот эту книгу вы видите впервые. Год издания 1848. Учебник поэта Давыдова по ведению диверсионной войны. Даже спустя полтора столетия нас настоятельно просили снять всего несколько страниц. Ведь именно по этим схемам до сих пор комплектуются диверсионные группы многих спецслужб. А на описанную здесь тактику спецназа ссылаются секретные директивы командос США, Германии, Великобритании и Израиля. Впрочем, эту тактику уже познали на себе те, на кого обрушился наш спецназ. Осень 1945 года. В результате тайной спецоперации в Маньчжурии советским десантом уничтожен секретный полк японских летчиков Камикадзе, готовивших бомбовый удар биологическим оружием по Чике, Хабаровску и Владивостоку. Информация о том, что Сибирь могла стать многотысячным кладбищем, до последнего времени не разглашалась. Декабрь 1979 года. Спецназ КГБ Игру фактически совершает государственный переворот в Афганистане, захватив резиденцию президента дворец Таджбей. В ходе сорокаминутного боя были уничтожены сам глава государства Амин и его ближайшее окружение. Убито около 700 и взято в плен более тысячи афганских гвардейцев. Советский спецназ потерял 10 человек. Этот штурм до сих пор считается эталоном диверсионной акции. Середина 80-х. В одной из стран Ближнего Востока террористами были захвачены советские дипломаты. В ходе операции отряда спецназа Вымпел, большая часть главарей террористов была уничтожена. Остальные получили ультиматум. Следующую жертву выбирайте сами. Дипломаты были освобождены. Далеко от рая. Смотрите на РЕН-ТВ в среду в 23.20. В Афганистане окончательно стало ясно, что регулярная армия с маджахедами воевать просто не могла. Нет фронта, некуда посылать танки. Оставалось лишь считать потери. А вот спецназа маджахеды боялись панически. По некоторым данным, и Кармаль, и Наджабула столь долго удерживались у власти в Афганистане только благодаря советскому спецназу. Желающие занять их трон при помощи нескольких полков, как часто бывает в Азии, уничтожались в зародыше. Полки, как и претенденты, просто исчезали. А вот это уже Чечня. Кадры действительно уникальны, хотя, казалось бы, похожие снимали часто. Спецназ готовится к боевому выходу. Только вот куда и зачем, мы узнаем через много лет. Это лишь потом падки на сенсацию журналисты будут ссылаться на свои закрытые источники, говоря, что вот эти люди ликвидировали Дудаева, Арби Бараева, ну и прочих. Спецназ всегда будет молчать. Впрочем, один раз власть придержащие все же решили с помпой читаться о том, что именно по их заданию был уничтожен знаменитый хаттаб. А вот за это они уже не отчитывались. Хотя с той стороны ясно дали понять, Каспийск — это месть военным за хаттаба. Только вот само существование профессионального спецназа у противника наши власти признавать до сих пор отказываются. 25 октября 95-го года они буквально уничтожили бронегруппу 506-го мотострелкового полка под Харачаем. Настоящую спецоперацию снова приписали бандитам. Обвинить во всем предпочли невиновных. Там была целая комиссия назначена. Она написала, как бы это сказать, для камеры, ну, бред, он бывает различного рода, да, принадлежностей. Такой-то бред. Потому что обвинили в том, что плохо было поставлено походное хранение. Я как спецназ здесь вам говорю, никакое самое высокообученное походное хранение не в состоянии вскрыть диверсионную группу. Не в состоянии. Она просто не может этого делать, потому что не может это делать никогда. А разве здесь? Или вот здесь? Могло быть походное или боевое охранение? Сделавших это так громко называли отмороженными террористами, что не расслышать было сказанное профессионалами. Или их не хотели услышать? По всем учебникам спецслужбы это не терроризм, а диверсионная операция неизвестного спецназа. Вот эту акцию готовили как минимум полгода. И такого изощренного противостояния спецназов еще не знала история спецслужб. Казалось, чеченские диверсанты предвидели все. Уже признано, что в жертвах среди заложников был виноват вовсе не спецназ ФСБ, уничтоживший террористов. Их не винят даже родственники погибших. А спецназ сделал невозможное. А вот так они начинают. Это те самые сверхлюди, хотя сейчас в это не верится. Первокурсники военного училища. Факультет? Есть такой факультет, не удивляйтесь. Факультет спецназа. Всего через пару лет даже лица кого-то из них станут гостайны. Мы показываем их только потому, что большинство из этих ребят не попадут в секретную элиту. А за тех, кто окажется достоин, возьмутся инструкторы, которые когда-то готовили диверсионный отряд КГБ СССР в ИМИ. Одно это название наводило ужас на самые известные спецслужбы мира. И вот кого-то из них будут готовить именно так. Аптимальная ситуация – это тогда, когда человек ни с чем таким раньше не сталкивался. И поэтому надо было разбить их сложившиеся стереотипы для того, чтобы они свободно могли мыслить в любой ситуации. А это просто навыки. Методов обучения мы не узнаем никогда. Госстайна. Но посмотрите, какие нормативы назначают себе спецназовцы сами. Не важно, КГБ это, ФСБ, МВД или ГРУ. Важно выжить, чтобы сделать дело. У кого крепкие нервы – смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. В диверсионных наставлениях натовских существует способ снятия часовой помощи в удавке. Если это существует, я должен знать, как с этим бороться. Дело в том, что человек позволяет себя задушить, когда он испугался ощущения, которых он не знал. Поверьте мне, когда они затянули, я обалдел просто от того, что произошло. Я даже не предполагал. Я думал, что будет плохо, потому что будет так. Это был 4-мм нейлоновый трос. Это были два парня по 80 кг. Вверх у меня шея начала трещать. Я думал, что у меня горта сейчас сломает. Я бы пытался их тащить. Тащил их ровно 15 секунд. И потом я просто перестал видеть секундомер. Ну, благо, у меня с характером все плохо очень. Я очень разозлился. И я всегда себе объяснял примеры следующие. Когда я проигрывал. Поверьте, я проигрывал не раз. И доставалось мне, слава богу, часто и по-хорошему, по-взрослому. Так вот, я понимаю одну простую вещь. Когда я проигрываю, я понимаю, что я был недостаточно беспощаден по отношению к себе. Ну, сейчас я хочу показать простой пример. Я сразу говорю, что я еще этого не делал. Я сейчас рассеку себе голень и постараюсь ее зашить называемым матрасным швом. Получится, не получится, ну, посмотрим. Я! Ка-а-а! Ка-а-а! И безжалостность это норма, ибо с той стороны может оказаться такой же безжалостный к себе противник. А значит, тем более к тебе. Сейчас вы видите уникальные кадры. Информация строго дозирована. Только то, что позволил снять о себе китайский спецназ. Эффектно, конечно. Но за эффектностью ее цена. О китайском спецназе вообще ходит много слухов. Дескать, умеют буквально без ничего карабкаться по стенам. Смотрите, действительно умеют. Наши, кстати, тоже. Только вот чего это стоит. Это та самая работа. Безжалостность к себе всегда остается за рамками легенды. Беспощадность норма для спецназовца. Эти люди на самом деле влияют на судьбы мира. А значит, в какой бы точке планеты их не обнаружил противник, их уничтожат. С училища рассказывали, что, ребята, ну, как бы это нигде рассказывать не надо, афишировать особо не надо, но понятное дело, что если вот вы находитесь на территории там противника и вас случайно обнаружил мирный житель, пусть это будет даже там ребенок, вот, человек этот просто потенциальный покойник, вы его обязаны убить, если вы хотите выполнить задачу и остаться в живых, потому что, ну, оставите вы в живых, все, и большой привет. Ну, в Афганистане, конечно, там приходилось субтитры, субтитры, Продолжение следует...